Впервые с момента образования Израиля судью Верховного Суда страны стал палестинец Халет Кабуб. Он был назначен на этот пост на постоянной основе. До него в 1999 году в Верховном Суде временно заседал палестинец Абдель Рахман Зуаби. Напомним, что более 20% израильских граждан являются арабами. Верховный суд Израиля регулярно рассматривает дела, касающиеся Палестино-израильского конфликта, включая нарушения со стороны войск на оккупированном западном берегу. К компетенции суда относятся также дела о выселении палестинских семей из их домов в известном районе Шейх-Джарах, в оккупированном Израилем в Восточном Иерусалиме. Мусульмане в Шейх-Джарахе жалуются на неоднократные нападения израильских поселенцев, проживающих рядом с ними в домах, отнятых у палестинцев последние годы. В этой связи назначение судьей Верховного Суда представителей арабского меньшинства может быть воспринято позитивно. В исламском мире неоднозначно воспринимают участие и работу в судах немусульманских стран. Точку зрения об участии в судебной системе государственного образования, которое оккупировало мусульманские земли, высказал и сам Али Бардвилл. В исламе однозначно отношение к этому крайне отрицательное, потому что это измена родины, измена принципов и сотрудничество с захватчиками, с убийцами, с теми людьми, которые использовали силу для угнетения чужого народа и изгнания из его родных земель. А что вы думаете по этому поводу? Поможет ли участие палестинцев в судебных органах Израиля решить проблему их дискриминации на оккупированных территориях?